Дисциплина, самодисциплина На зарядку никто не опаздывает, на тренировки, видите, все на 15 минут раньше приходят. Это очень, как сказать, приятно о том, что у них есть дисциплина. Немаловажную роль в этом играет и фигура олимпийского чемпиона Вячеслава Яновского. Когда за тобой внимательно наблюдает тот, кто лично всего добился в боксе, в полсилы тренироваться просто не получится. Они пытаются из себя все выжать, все соки, стараются, из кожи вон лезут, поэтому результаты очевидны, поэтому я думаю, ребята подойдут в оптимальной форме к этим соревнованиям и покажут достойный результат, я уверен. Но есть и недостатки. Правда, связаны они не с боксерами, а с банальной географической отдаленностью нашего региона. Боксеры у вас великолепные. Просто не хватает, наверное, одного технических доработок, но опять-таки далековато Европа для того, чтобы возить на турниры. И вот если бы было бы 3-4 таких турнира, как Короткова, было бы приятно о том, что такие турниры проводятся один раз в год. А хотелось бы раз в квартал. Но Вячеслав Яновский сборную края готовит к турниру Короткова целенаправленно. В другое время года у каждого из этих боксеров есть свои наставники, с которыми они работают далеко не первый год. Никакой ревности даже не может быть о речи. То есть все заточены на результат, на один, чтобы... Мы все в одной лодке плывем, как бы надо грести, сообща в одном направлении, дружно, все вместе. И тут, если будет какая-то ревность, то, наоборот, это во вред пойдет. Поэтому нет, я думаю, тут ни о какой ревности речи быть не может. Для Петра Васильева это будет уже пятый подряд мемориал Короткова. Трижды в своей весовой категории он становился первым. В прошлом году не получилось. Теперь приготовил соперникам сюрпризы. Есть новые моменты, вот как передвижение, удары именно. Есть новые действия. Теперь пусть все боятся. Да, это именно. А еще Вячеслав Яновский ответил на вопрос, который могут задать все, кто боксом интересуется, со стороны. Имеет ли право боксер драться за пределами ринга? Ни в коем случае. Почему? Потому что это холодное оружие. Мы, как вам сказать, мы самое главное, мы обладаем системой дистанции. Мы можем от любого удара всегда уйти. И понимаем то, что мы можем травмировать человека. Это очень плохо. То есть только с себе подобными? Только с себе подобными. Ну, конечно, хулиганов можно приструнить до определенного момента. И я думаю, что это не запрещено. Но в меру понимания того, как это можно сделать. В Хабаровске подведены итоги восьмого городского чемпионата по хоккею. В турнире принимало участие шесть команд. В плей-офф вышли четыре. В результате чемпионом Хабаровска по хоккею стала команда «Визит». Впереди летний отдых, а потом, возможно, возрождение чемпионата Хабаровского края по хоккею. Появились дворцы и в Ваниной, и в Комсомольске. И, безусловно, уже там работают школы хоккея. И уже молодежь тоже подросла. И есть мальчишки, которые способны тоже играть в чемпионате Хабаровского края. Если чемпионат Хабаровского края удастся возродить, то и лидер найдется. Чемпионы Хабаровска – хоккеисты «Визита», как говорят в таких случаях, игроки с опытом. Все уже поигравшие ребята. Кто-то еще и игравшие даже до сих пор. Поэтому, да, объяснять никому ничего не надо. Все играют прекрасно. Выпускник Академии физической культуры капитан Хабаровского сканифтяника Василий Грановский в родном вузе представил свою первую научную работу. Доклад на тему исследования показателей технико-тактических действий защитников высокого уровня, по словам начинающего ученого, поможет всем. Это получается и для детей, и для команд Суперлиги. Это для всех может, всем может помочь. К спортивной науке Василий Грановский имеет отношение уже давно. Это сейчас он проводит научные исследования, а раньше их проводили на нем. В хорошем смысле мы поставили на нем много опытов. Начиная с того, что мы предлагали федерации провести анализ функционального состояния спортсменов, когда, помните, был сезон, они играли двойные игры. И благодаря исследованию, проведенному конкретно на Василии, мы его заводили в лабораторию, снимали показатели, мы показали, что такие чемпионаты, двойные игры, они губительны для спортсменов. Научная работа, которая ведется в спортивном вузе, помогает тем, кто хочет получше узнать тонкости того или иного вида спорта. О компетенции молодых ученых говорит хотя бы то, что все они действующие спортсмены. Защитник высокого уровня – это сам Василий Грановский, многократный чемпион мира и России. Такая автобиография в спортивной науке. Кроме Василия, в этот день защитили свои работы спортсмены и тренеры из Ульяновска, Новосибирска и Подмосковья. Субтитры создавал DimaTorzok